МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На всероссийскую конференцию, которую приурочили к празднованию 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского. Об этом и о том, как сделать грамотную речь модной, говорим с Аллой Русских, исполняющей обязанности декана факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Сергея Александровича Есенина. Такое мероприятие такого масштаба в городе впервые. Расскажите о нем поподробнее, что с собой представлял. На этой конференции были представители 43 регионов нашей страны. И приурочена эта конференция была к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Поэтому это был разговор о каких-то духовных, нравственных основах, связанных с преподаванием в школе вообще, с ролью языка в нашем современном обществе, с языковым воспитанием. А самые острые какие-то вопросы. Вот мы сейчас превращаемся в многонациональную страну. У нас съезжаются все, и волей-неволей мы сталкиваемся и со своим языком, и с тем, естественно, что кто-то его не очень хорошо знает. Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, мы сами. Зачастую не очень хорошо знаем свой родной язык. И это очень печально. Вот если рассмотреть проблему в таком аспекте, то, смотрите, язык, национальный язык – это один из важнейших факторов, скрепляющих нацию. И вот в этом смысле как раз разговор о Сергии Радонежском становится вполне уместным, потому что очень актуальным, своевременным, потому что национальный, Сергий Радонежский – собиратель русских земель, символ единства русских земель, и национальный язык, соответственно, – это необходимый фактор единства нации. Самое главное, наверное, сделать его интересным, изучение интересным. Как вернуть? Молодежь сейчас использует сленг. Да мы сами, в общем-то, используем сленг в силу профессии, возраста и каких-то своих пристрастий. Я, кстати говоря, была на круглом столе, который назывался «Изучение русского языка в традициях православной культуры». Возникает вопрос, в чем специфика вот такого подхода к языку? Язык с точки зрения православного человека – это явление особое, это дар Божий, который отличает человека от всех других существ живых. И таким образом, относясь к языку, мы понимаем прекрасно, что в основе языкового воспитания лежит воспитание души, воспитание личности, нравственное воспитание. Вот это первый такой камень, краеугольный, с которого мы должны начать. Ведь язык – это отражение души человека, а шире – отражение души народа. Вот мы как живем, так и говорим, как говорим, так и живем. Что видим, естественно, да. Говорить только о том, что мы можем как-то изменить языковую ситуацию. Конечно, мы можем изменить языковую ситуацию, воспитывая, образовывая людей, но кардинально мы ее сможем изменить только тогда, когда мы изменимся сами. В этом смысле, вот вы знаете, в наше время, пусть не обидится на меня наши слушатели, много верующих людей, но как мне представляется, не так много людей, которые, ну как вам сказать, как верят, так и живут. Потому что это очень трудно. Жить, как веришь, по евангельским заповедям, это очень сложно. И образ Сергия Радонежского, как мне представляется, это вот именно образец такого человека, такой личности, которая в своей жизни воплотила именно этот принцип. Он как верил, так и жил. И в этом, мне кажется, и заключается сила его нравственного воздействия на современников и сила его воздействия на людей в наше время. Вы же встретились для того, чтобы обсудить, вот несколько регионов, да, приехали. У кого-то есть какие-то уже тенденции свои выработались, у кого-то, наоборот, негативные примеры. Какое мнение заставило задуматься, пересмотреть впереди учебный год опять же? Проблемы, в принципе, в России у всех в образовании, да, у всех похожи. И я, мне кажется, не услышала чего-то такого особенного от людей из других регионов, что отличало бы их от нас, от тех проблем, которые есть, стоят перед нами. Конечно, вот вы в начале нашего разговора сказали о том, что наше общество становится все более многонациональным. И это существенный проблем, потому что в классах, и такие примеры есть и в рязанских школах, и их немало, в классах зачастую дети, для которых русский язык не является родным. И это ставит, то есть это язык иностранный. Если бы мы представили себя в такой же ситуации где-то в Штатах, это было бы очень сложно. Да, это ставит какие-то особые задачи перед учителем. Ну, что поделать с тем, и замечательен русский народ, что он способен с этим справляться, отличается своим гостеприимством. В основе всего, как говорил Сергий Радонежский, должна быть любовь. Еще раз любовь. В основном, конечно, силами нашего факультета русской филологии и национальной культуры проводится много мероприятий, ставших уже традиционными. Ну, много, это может быть я. Ряд, целый ряд. Да, целый ряд мероприятий, ставших уже традиционными, которые связаны именно с воспитанием любви к родному языку, к родной речи, с воспитанием умения слушать, слышать и ценить родную речь. Ну, это прежде всего праздничные дни, когда мы отмечаем Дни славянской письменности и культуры. У нас традиционно проходят много мероприятий. Это и конкурсы чтецов, и конкурсы научных докладов студенческих, и конкурсы, ну, уже давно забытых, но тем не менее, пользующихся иногда интересом, вызывающих иногда интерес конкурс стен газет. И кульминацией всего этого является торжественный концерт, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Это концерт, поскольку проводится уже много лет, мы много рассуждали над тем, как сделать его интересным, как сделать его более привлекательным для наших студентов, и пытались обратиться как-то к помощи профессионалов, но принципиально решили все-таки, что это концерт, который делается силами наших студентов. Пусть это может быть не всегда профессионально, пусть не всегда профессионально некоторые из них читают стихи, но это для студентов как раз для того, чтобы они научились ценить красоту родного слова. Кроме того, в день рождения Пушкина 6 июня у нас всегда проходят какие-то мероприятия, связанные с Днем русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина. Нам понравилось, сказали, в следующем обещают живого кота. Обязательно. Хочу спросить вас вот о чем. Как вы сами лично отнеслись к запрету нецензурных слов в общественных местах? Вот что-то повлияет это как-то на знание и любовь к русскому языку? Как вы считаете? Ну, знаете, нецензурные слова – это наша проблема. Вот опять, смотрите. Если мы относимся… Ведь что такое слово? Слово – это одно из знаменований Бога. И верующий человек, для верующего человека просто сумасшествие. Извергать из себя какие-то непристойности. Ну, вот то, что мы можем назвать нецензурной брани. Ну, традиции… Пусть мы скажем это в кавычках, но тем не менее, есть традиции у нас вот такой нецензурной брани. И это опять отражение нравственного состояния нашего общества. Я вообще-то против нецензурной брани во всех ее проявлениях. Поэтому меня нисколько такой запрет не смущает. Я его приветствую, но язык живет по своим законам. И запретить что-то вот так насильно совершенно невозможно, как мне представляется. И вы знаете, мы вот когда со студентами, предположим, говорим об этом, то я пытаюсь рассказать, показать им разные версии. Ведь это, собственно, лингвистическая проблема, которая изучается, исследуется лингвист, обязанность исследовать все, что есть в языке. Я пытаюсь им показать разные теории, версии, связанные с происхождением нецензурной брани. Одна из них имеет духовную основу, связанность с тем, что это изначально была лексика, обслуживающая еще в языческом обществе сатанинские культы. Может быть, если кто-то почитает историю, да, это будет гораздо интереснее и действеннее. Да, 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 несомненно. Знать, откуда это и знать, ну, каким силам ты, скажем так, обращаешься, когда используешь подобного рода мерзости, очень полезно. С какими проблемами, если они вообще есть, вы сталкиваетесь, когда к вам приходят абитуриенты, еще на этой стадии, не становящиеся студентами, ведь они приезжают из глубинки, из других городов. Они идут из школы, где модно говорить по-разному. Есть определенная мода на язык, есть она на какие-то сленговые слова, есть она и среди наших абитуриентов, и потом студентов. Ну, знаете, с одной стороны тоже проблема общественная, с другой стороны образовательная, надо сделать так, и мы стараемся. Ну, не всегда получается, но тем не менее работать в этом направлении надо, надо сделать так, чтобы говорить правильно, красиво, грамотно, было модно. И вот, кстати говоря, такие тенденции есть. Вот всем известно, что у нас сейчас уже много лет проводится так называемый тотальный диктант инициативы Новосибирского университета. И у них девиз – писать грамотно – модно. Вот сделать так, чтобы писать, говорить грамотно было модно – наша задача. По-моему, замечательная точка в сегодняшней беседе. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Телезрителям напоминаю, это была программа «Подробности». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин